Грэйси Голд, которая будет кататься под музыку Мориса Равеля, Неболеро, Дахнис и Клоя. Грэйси Голд для того, чтобы стать первой и опередить. Эшли Вагнер, в целом нужно набирать хорошую сумму, да, 131,5 балл. И в таком случае Грэйси Голд имеет шанс выиграть Skate America 2016-2017 годов. Это непредельные баллы, безусловно, но это много, тем не менее. Кстати, у Грэйси ни одной победы на Skate America нет. Это всего лишь третье ее участие в подобном турнире. Есть бронза и есть серебро. Ребро в прошлом году вслед за медленными. Мы были немного лучше, но в таком случае Раффа и я как-то выглядят, пожалуйста, на стороне... Любопытный выбор в программе Грэйси. Первым элементом она поставила хореографическую дорожку. Я так, в принципе, не могу так вспомнить на вскидку. Ох, как же близко к бортам! Ох, как же близко! Тройной лут с двойной тулук. Несколько раз в нынешнем сезоне подобная история Грэйси уже подводила. Как раз таки с похожим каскадом. Ну, собственно, Вагнер, я так полагаю. Кстати, для третьего места, для того, чтобы обеспечить чисто американские педесталы, отодвинуть Майя Михару, Грэйси тоже нужно набирать приличную сумму в 125 баллов. 124 с половиной, буду точнее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Не только Вагнер, не только Белл, похоже, еще и Михара все-таки. Хотя, дома, дома, Грэйси. Но два падения многовато. КОНЕЦ Тяжело придется Грэйси в борьбе даже за бронзу на этом этапе. Но, по большому счету, продолжается та же история, та же петрушка, что мы увидели у Грэйси Белл в нынешнем сезоне. И пока эта петрушка порублена практически в капусту самой же Грэйси Голд. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, тем не менее, шансы все равно сохраняются. Да, 124 с 57 за технику оценкой за компоненты набрать будет проблематично. Все-таки прокат был не самым чистым. Я думаю, сейчас нельзя пока еще что-то предполагать прямо до выставления оценок. Потому что здесь и оценка за технику, как мы видим, немного меняется. И за компоненты посмотрим, сколько судей поставят. Но, конечно, ошибок было многовато. Два таких серьезных падения и один срыв. Казалось, после того, как она справилась с этим стартовым каскадом... Но каскад тоже был заявлен с тройной тулупом. Бог с ним с тройным тулупом. Но она все время настолько близко к бортам. Причем не только прыгает, но еще и катается. Ей, похоже, очень хорошо подходят европейские площадки по ширине. Грейси. Но вот здесь вот она в бортик. Похоже, вот этого оборота в тулупе не случилось именно из-за того, что она приземлила лучше. Слишком близко к бортам. Плюс, мне кажется, чисто психологически, когда спортсмен уже в прыжке видит, по-моему, чувствует, что бортик близко, да, вполне возможно, что это может помешать даже хорошо выехать с первого прыжка. Ну что же, подводим к кратке итоги выступления Серафимы Саханович. Она после произвольной программы поднимается на одно место, опережает Союн Пак, и будет она в итоге седьмой на этом этапе Гран-при, что для дебюта на взрослом уровне такого вот серьезного, серьезной высоты, на мой взгляд, совсем неплохо, учитывая проблемы Саханович в минувшем сезоне. Ну а теперь Грейси Голд. Нет, она мимо пьедестала. Все-таки чисто американского подиума не случилось. Больше того, она, похоже, сейчас еще и Габриэле Дельман уступит. Да, да, она только пятая. Она проигрывает еще и канатки. Шестое место Малосады, но пьедестал почета выглядит так. Эшли Вагнер, Мирая Белл и Майи Мехаров. Радуются американские спортсменки. Ну а мы вас поздравляем с тем, что сезон официально начался. Федор Климов, Александр Гришин. Продолжаем следить за фигурным катанием. Сезон набирает ход. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова